Привет, друзья! Сегодня у меня на обзоре интересная микросхемка от STMicroelectronics. Это понижающий DC-DC преобразователь, но не простой, а такой, который умеет выдавать 100% дьюти-сайкл. То есть он умеет то, чего не умеет большинство его сородичей, а именно непрерывно коммутировать напряжение питания на выход. Обычно в силу своей схемотехники такие чипы должны хотя бы ненадолго закрывать верхний MOSFET. Я так понимаю, что это нужно для перезарядки каких-то конденсаторов. Если кто-то знает, как это работает, напишите в комментариях. Ну а этот чип умеет регулировать напряжение на выходе практически от нуля. В какой-то мере можно сказать, что от нуля, потому что у него есть вход Enable, которым можно включать и выключать устройство. И до напряжения питания в режиме 100% дьюти-сайкл. В этом режиме ток непрерывно поступает в нагрузку через дроссель и через верхний открытый MOSFET. Его сопротивление порядка сотни миллион, так что потери незначительные. Смотрите, какой нарядный. В модном QFN корпусе. Красота. Эффективности чипу добавляет его синхронная схема. То есть на выходе у него два ключа, один верхний, один нижний. Верхний на линию питания и нижний на землю. Это избавляет схему от обратного диода и, соответственно, потерь на нем. К слову, сопротивление нижнего открытого MOSFET порядка 70 миллион. Ну и, кроме того, производитель заявляет внушительные 4 А по выходу. Я так понимаю, что имеется в виду выходной ток всего модуля и на низких выходных напряжениях. Потому как прокачать 4 А по таким хилым ножкам... Ну, это будет трудновато. Работает преобразователь на частоте 850 кГц, что, конечно же, более чем круто. Максимальное напряжение по входу до 18 вольт. Куча всяких защит. Так что я надеюсь, что сегодня белый дым останется внутри чипа. Тем более, что сейчас вся эта электроника стоит освежающе дорого и не всегда ее найти можно. Так что жестить не будем. Ну, погнали. Схема преобразователя будет максимально близкой к той, которую производители приводят в дата-шите. На входе у нас демпфирующие керамические конденсаторы. Для тестовой платы я их предусмотрел две штуки. Емкость взял от балды, руководствуясь примерами в разных дата-шитах. Но, вообще говоря, этот параметр важный. И для серьезных устройств его полезно все-таки рассчитывать. Дальше идет фильтрующий конденсатор по питанию микросхемы. Производитель рекомендует брать от 330 нанофарад до 1 микрофарада. Кстати, где-то до 1979 года эта единица измерения имела женский рот. То есть фарада. А потом фарад стал более мужественным по аналогии с вольтом, ваттом и так далее. Сейчас бы такой номер не прошел. Вход Enable подтянут к земле резистором на 100 кОм. Сам чип. Силовой дроссель. Fit Forward конденсатор, который как-то очень сложно работает. Я оставлю в описании ссылку на документик по этой теме. Но я знаю, что он нужен для стабилизации цепи обратной связи. И я сталкивался с преобразователями, которые без такого конденсатора при определенных параметрах нагрузки вели себя вызывающе. У них наблюдался дроссельный зуд, всяческие пульсации. В общем, я добавил его в схему и в крайнем случае можно будет убрать. Далее делитель напряжения цепи обратной связи и выходные сглаживающие конденсаторы, которых я запилил аж три штуки для разных нагрузок и разных режимов работы. Для расчета номиналов компонентов я набросал вот такую табличку. В целом с резисторами делителя все понятно. Они выбираются из стандартного ряда Е24, исходя из опорного напряжения, желаемого выходного напряжения и выделяемой на делителе мощности. Тут же есть строчка с приблизительным номиналом фитфорвард конденсатора. Методика расчета параметров дросселя во всех источниках описана более-менее одинаково. В двух словах нельзя допускать насыщение дросселя, и чем ниже рабочая частота преобразователей, чем меньше, именно меньше, нагрузка, тем больше должна быть индуктивность, во всяком случае для режимов неразрывных токов. Но и слишком большие значения индуктивности приводят к замедленной реакции на резкие изменения нагрузки и изрядным всплескам выходного напряжения в такие моменты. Выбор параметров выходного конденсатора более сложен и тоже представляет из себя набор компромиссов. С одной стороны, чем больше конденсаторов, чем больше их емкости ниже ESR, тем ниже выходные пульсации, но в то же время тем выше их стоимость, габариты, тем выше токи в момент включения устройства и тем дольше реакция на регулировку выходного напряжения, если таковая предусмотрена. Не стоит забывать и про влияние паразитных индуктивностей, особенно на высоких частотах и для крупногабаритных конденсаторов. Пульсации на выходном конденсаторе складываются из нескольких составляющих, и зная требуемую величину пульсации выходного напряжения и другие параметры преобразователя, можно оценить минимальное значение выходной емкости. В описании ролика я оставлю несколько ссылок на источники, там есть пара очень годных статей по DC-DC преобразователям. Ну и саму табличку я выложу в проект и оставлю ссылку, так что если кому-то интересно или есть что добавить, то welcome. Со схемой разобрались, теперь к плате. Платку я развел вот такую маленькую, компактненькую, и заказал у одного известного производителя. Так что, будем паять! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, замыкаю Jumper Enable Так, дым пока внутри чипа, это очень хорошо Без нагрузки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что интересно, в дата-шите про это ничего нет Устанавливаю выходное напряжение на 5 вольт Подключаю светодиод, все хорошо Диод светит, ток 30 мА Пульсации на выходе около 10-20 мВ В нашем случае это несколько десяток долей процента Что просто отличный показатель На дроссель приходит сигнал довольно сложной формы Не очень похожий на обычный прямоугольный шим Позже мы посмотрим, как он получается Теперь подключаю лампу на 6,3 вольта Ток 230 мА Уровень пульсации на выходе не изменился Форма сигнала на дросселе Теперь представляет из себя шим С примерно 42% заполнением И частотой 878 кГц Подключаю лампу на 24 вольта Давайте посмотрим, как выглядит шим сигнал На всем диапазоне регулировки Вначале мы видим какой-то провал В первой половине импульса Который как бы удваивает частоту преобразователя Похоже, что это сочетание широтно-импульсной И частотно-импульсной модуляции Для работы на небольших нагрузках С дальнейшим увеличением выходного напряжения Этот провал пропадает И мы видим уже классическую широтно-импульсную модуляцию Затем частота закрытия верхнего полевика снижается И при максимальном выходном напряжении Устройство переходит в режим 100% коэффициента заполнения Верхний полевик теперь постоянно открыт Если посмотреть падение напряжения На всем модуле, то мы увидим 10 мВ При токе 90-100 мА Кстати, за кадром я измерил Эффективность модуля, работающего С 50% коэффициентом заполнения На выходном токе в 250 мА И у меня получилось 92% Но это не точно Потому как и прибор у меня сомнительной точности Отлично Устройство работает ровно так, как заявлено производителем Теперь я устанавливаю выходное напряжение обратно на 5 Вольт Чтобы подключить мощную лампу Сопротивление ее нити в холодном состоянии Порядка 0,8 Ом Потом она должна разогреться Ее сопротивление увеличится И ток нагрузки станет по силам преобразователю Во всяком случае, план был именно такой Тише, товарищи Да, что-то явно пошло не так И дым, на котором работал чип, все-таки вышел Возможно, это неудачный экземпляр Или подделка Или бракованная партия Обидно Очевидно, не срабатывает какая-то из защит по току В этом чипе защита двухуровневая Когда срабатывает первый уровень, контроллер Отключает верхний полевик и пропускает Следующий цикл ШИМ, снижая таким образом Выходное напряжение Второй уровень должен защищать устройство От короткого замыкания При его срабатывании устройство перезапускается И выполняет плавный старт Как видно, этого не происходит Для следующей попытки я вооружился электронной нагрузкой Перепаял чип и добавил электролит Выходное напряжение установлено на половину входного То есть на 6 В Плавно увеличивая ток нагрузки Я легко добрался до 3 А Напряжение на выходе При этом просело на 0,2 В Что вполне может быть потерями на проводах и контактах Да и пульсации изменились не сильно И остались в диапазоне 10 мВ Пульс с небольшими выбросами по фронтам ШИМ сигнала Через какое-то непродолжительное время Чип прогрел плату до 57 градусов И устройство отключилось Видимо сработала защита по температуре Так как сам кристалл в этот момент Должен был прогреться гораздо сильнее Попробуем еще раз Преобразователь держит нагрузку Но периодически отключается Я убрал автоматическую отсечку нагрузки И увеличил ток до 3,5 А Температура задней стороны платы 61 градус Бедный чип пытается запуститься Но защита постоянно срабатывает В Датшите сказано, что это должно происходить При температуре кристаллов 150 градусов Цельсия Увеличиваем нагрузку до 4 А Все Я надеялся, что и в этот раз будет фейерверк Но чип просто умер Друзья А вы тоже ждали, что вот-вот бабахнет? Ну ладно Не буду обманывать ваши ожидания Чип, который умер в тишине в окружении родных и близких Был третьим А вот второй чип ушел из жизни с огоньком Ну что же Это явно не подделка И производитель не обманул заявленными Четырьмя амперами выходного тока Да и по гравировке видно, что чип настоящий Видимо китайцы раздобыли Где-то отбракованную партию И бессовестным образом ей барыжат Так что друзья, никогда не покупайте Ответственные комплектующие у сомнительных продавцов Иначе можно очень мрачно обосраться Особенно если это какой-то сложный контроллер И особенно если вы берете его Для изучения и не сильно знаете Как он должен работать Что касается самого преобразователя Мне кажется это крутой чип Мощный, с высокой частотой шим Низкими пульсациями Способный выдавать стопроцентное заполнение Ну и я думаю, что нормальная партия Должна иметь все заявленные производителем защиты Эту же партию В реальные устройства ставить нельзя Но для лабораторных экспериментов Вполне себе сгодится Коллеги, у меня на сегодня все Подписывайтесь, комментируйте И до связи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok